Сегодня в ролике мы отправимся с моими друзьями далеко не в приятное атмосферное место, а в настоящую экстремальную экспедицию. В гигантский кратер вечной мерзлоты. Еще его называют местные жители. Ужас у местных жителей связан с тем, что они слышали странные звуки, которые сходили, когда они находились рядом с ним. Пугающий внешний вид. История о потустороннем происхождении. Все это Батагайский кратер. И мы отправляемся прямо туда. В Якутии зашумел Батагайский кратер. Гигантский провал в земле, который еще называют воротами в подземный мир. Его размеры достигают километров в длину, а в глубину до 100 метров. Вечная мерзлота. Да, это раскрывает слои почвы возрастом сотни тысяч лет. Мы находимся в кратере, в самом крутом в мире вечном мерзлоте. Вдруг ночью эти ворота открываются, что-то происходит. Посмотри на эту хрень, что это такое? Я могу сказать, что это будет, наверное, самое страшное. Ребята, 300 тысяч лайков, делаем батл Аймекон против Верхоянска. Реально, это же будет реально топ, ну серьезно. Итак, друзья, я вас собрал для того, чтобы предложить вам новое путешествие. Потому что приключения сами себя не найдут. У меня к вам предложение. Поехать с сердца Сибири, где находятся врата Бат. Ну звуки реально жесткие, прям жуткие. Ну ты хотя бы когда-нибудь позовешь, чтобы врата в рай. Когда мы ехали в Сочи, хотя бы была маленькая надежда, что это похоже будет на что-то крутое, а тут сразу ад. Врата в рай уже звучит жутко очень. Посмотри, как это выглядит. Слушайте, смотрите, история такова, что действительно сейчас в новостях везде запостили, что в центре, в Сибири, начинает таять самый огромный кратер вечной мерзлоты. С ума сойти, мы прямо на дне ворота ада получается, так? Я предлагаю поехать туда, найти этот кратер, добраться туда крайне сложно будет. Никто не сомневался. Нужно будет обратиться к нашему старому другу Мерлану. И мы уже связались с человеком, который, ну проводник, который проведет нас на это место. Ты бы остался на ночь? Давай с нами! Потому что без него мы просто не найдем, потому что абсолютно непонятно, где это находится, посередине просто тайги, вот это что-то непонятное, видосов нет, никакой информации нет. Но он сказал, что в этом месте никто и никогда не оставался на ночь. Включай нас на ночь? Нет, я хочу, чтобы остались. Никит, вернись! Мы должны найти это место, спуститься посмотреть, собрать максимальное количество информации, насколько это место опасно, реально ли идет глобальное потепление, что там нашли, действительно, потому что там, говорят, просто сотни тысяч лет сейчас оттаивает ледник, то есть там находят мамонтов, бивни мамонтов. Очень интересно. Мы там будем спать в аду, реально. Да, ну то есть это местные жители очень сильно боятся это месяце, потому что говорят, что, действительно, это вот… ну, то есть это как будто бы спускайся в ад. Ну да, из-за чего? Но, по идее, есть сейчас отколятся светочки, уже все. я в деле это вы в деле парни конечно димарик ты как куда мы денемся на едем в ад друзья естественно без этого ролик никогда не начинается ребята едем ворота от кратер вечными золотые он тает и может произойти все что угодно очередной ну такого точно никто не снимает я понимаю что ты будешь каждый раз задавать мне этот вопрос я каждый раз я буду отвечать я не знаю я не знаю почему я соглашаюсь на все твои авантюры почему-то нет пойти на ночь в врата ада где все написано тронет биткаешь смело вот иркутск 1255 у нас в этот раз сложный перелет у нас в иркутск сначала там пересадка потом и путь нет прямых перелетов москва-якутск поэтому будем через пересадку на самом деле это максимально странно что мы были в якутске это самый холодный город в мире а сейчас мы летим туда в жару и глобальное потепление за это начал таять кратер это максимально странно мне интересно сравнить да это очередное наше безумное путешествие центр тайги где в сми называют это брата от мы решили с ребятами отправить ну как я ребятам предложила они никита и димарик меня поддержать но я всегда соглашаюсь потому что я в команде алексея столярова итак у нас первая пересадка мы сейчас находимся в иркутске сюда мы летели пять часов 40 но сейчас полтора часа у нас пересадка едим быстро бутер после этого у нас рейс иркутск иркутск якутск после этого мы летим в батагай еще где находится тот самый разлом кратер вечной злоты который начал таять и воротово ад совсем чуть-чуть в общем 10 часов займет наша дорога мы ходим в летний иркутск не холодно тепло в шортах идем тепло 5 утра сегодня у нас 27 градусов дубай 33 сочи сегодня также как якутске чтобы вы понимали ута самое жаркое место в россии сегодня 23 градуса а здесь сегодня плюс 30 как мирлана непривычно видеть в шортах и сандалях это просто нет и год назад просто одеты знаешь чем портить весь кайф стучит смог он опять есть слушай это так неожиданно да в 5 утра нормально а нифига прям запах костра чувствуешь почему в якутске никогда не посмотреть вокруг то смог от пожара то дым то пар что за хрень кусаются да эти мошки да они кусаются и потом такие шишечки появляются знаешь короче в чем прикол на эти мошки ничего не берет короче есть суперсредство народное говно да ванилин детский крем смешивать еще какой-то составляющая вроде это помогает скажу честно я не самый суеверный человек но когда ты слышишь врата ада не хочется туда идти вообще типа от слова совсем привет сломать нормально если бивень найти там один бивень там хороший стоимости квартиры будет стоять реально там сейчас сколько там 20 тысяч килограмм стоит первый сорт если там хорошая сохраненность в вечной мерзлоте они обычно хорошо сохраняются и если вот целиком на вот от начала до конца это очень дорого ценится ну так федоров александр николаевич доктор географических наук мерзлота она во первых очень разная где-то есть участки которые содержат очень много подземного льда и как раз вот батагайский кратер они обладают большой льдистостью глубина протаивания увеличивается и доходит до верхней громки подземных льдов и это сотни тысяч лет показано в разрезе а у вас есть термометр вот дальше пройдите и вот щуповой чтобы кратер измерили ну посмотри какая температура в этом месте максимально непривычно сейчас находиться на улице и типа ты можешь что долго находиться комфортно то есть обычно вот когда я стоял просто раз здесь я моментально хотел свалить вот туда просто секунду слыши город-то смотри город как красивый оказывается мы же его не видели даже так первый выход уже в более-менее такое время когда на улице может стать жарко будет ли реакция как с холодом организм до 22 градусов ну честно говоря жарко ну типа реально тепло прям непривычно непривычно для и куска это однозначно а для моих подписчиков телеграм-канал я выложил полную версию о том как выглядит самый холодный город ми летом ссылка в описании по этим роли увидев этот кратер мы еще раз убедились что в нашей стране просто уникальная природа полная полезных ископаемых и необычных ресурсов и все это необходимо исследовать и для этого у нас тоже есть возможности более 1300 студентов российских студенческих отрядов работают на крупнейших месторождениях в нашей стране и например пока мы были в батагае исследовали кратер 580 студентов из 16 регионов прилетели в якутск на чаяндинская нефти газа конденсатное месторождение которое выступает базы для формирования якутского центра газодобычи и ресурсной базы газопровода сила сибири участники студ отряда выполняют бетонные работы укладывают тротуарные плиты занимаются благоустройством территории чаяндинского месторождения просто восторг напишите в комментариях были ли у вас студенчестве подобные проекты я реально же читал про это и там действительно местные жители не хотят спускаться вниз и что действительно это непонятно как вообще образовалась километр просто в окружности посередине леса земля ушла под низ и там лед постоянно тает то есть нам постоянно расширяется мы решили с ребятами почему бы это не снять на мой канал и мы нашли позвоночник друзья мы прилетели по так автобусе или трапе самолет доставляет на терминала просто пешком на человек ребят я в восторге я просто птика в восторге мне так нравится это ребят р.л. человек который будет показывать как раз таки нам кратер здравствуйте меня зовут стручков р.л. викторович житель поселка батагай данное место мы обнаружили 2007 году и к нам тоже любитель съемок показал видео этой местности вот именно то что и близ поселка батагая есть такое место как колодец в общем все вечная мерзота все вышло 2007 году вот увидев это видео мы решили вдвоем вот именно найти это местность где-то начале июля месяца вот мы нашли это место последние годы говорят вот 5-10 метров отширяется вообще а че он такой огромный то просто был лес леска хренак такая штука ну батагай известный естественно сейчас скажем наше время российских таких этих солист группы на на полито отсюда отсюда реально вот за этим домом двухэтажная музыкальная школа он закончил музыкальную школу музыкальную школу ну умывальник даже есть да и горячая холодная вода это прям даже слишком avi москва во еще не москва да в москве , там супер а мы в Москве написано скрытая сеть со слабой защитой я в шоке есть короче проблема отсутствует подключение к линии dsl я тут решил замерить интернет скорость вайфая ребят внимание скорость у нас на скачку 0.04 мегабит в секунду на загрузку 0.32 вот такая мерзлота сильно льдистая с органикой и так далее содержит очень много парниковых газов в вечной мерзлоте содержится два раза больше углерода чем в атмосфере если вот это вечная мерзлота будет таять очень сильной изменится вот эта концентрация углерода углекислого газа в общем мы посчитали 16 но 17 тонн в день уходит угля чтобы обеспечить батагайск теплом а почему так рано почему так рано начинают топить уже 25 августа холодно уже прохладно становится на начальное время тоже да уже на мину плюс 10 ребят вы все знаете что в этом году мы были в имя кони и чисто в теории в интернете все говорят что самое холодное место ами код но когда ты смотришь вот на это у тебя такие вопросы вы тут тоже написано полюс холода на самом деле мы приехали сюда вообще не случайно потому что мы хотим зайти на метеостанцию и так как в 60 километрах находится наш кратер ворота в ад мы хотим узнать действительно ли сейчас в этом казалось бы самом наверное холодном месте не то что в регионе в стране а в мира повышается температура это очень важно знать потому что ролик должен получиться максимально информативным возникает вопросик что хаянск полюс холода 67 и 8 а там 70 70 1 и 9 до в общем то в чем проблема смотри но тут прям политический ходяков декабре вообще 63 2 все ладно погнали каждый раз когда я переживаю очередную подобную историю вместе с тобой братан я понимаю что мне больше ничего не страшно и чтобы нам в комментарии не написали у меня же слюна вылетела я готов хоть на луну хоть на макс очень приятно здрасте здрасте прикиньте мы в этом году были бы любыми коней а сейчас у вас чисто случайно мы не понимаем пока круче у вас или нет но однозначно круче тема какая рел сказал что типа полюс холода они почитают что они говорят они коммерческий полюс холода они купили себе это все у нас резкие перепады войми кони такого нет у нас зимой минус 55 допустим 58 а зима летом плюс 38 а имя кон таким не может похвастаться то есть получается короче верхаянск полюс полюс мы не будем вообще не сомневаемся это будет просто разносу просто тамара игорна это человек который просто прославил амекон вот этими всем топит за все она топит у нее просто учебников дофига она просто перед нами открыла так вот учебники как так ну поехали сделать вот наши музейных работников всех собрать нас всех собрать и ее команды и мы затопим ребята 300 тысяч лайков делаем баттл а имя кон против верхаянска это будет реально это же будет реально топ ну серьезно вот 20 июня вот 38 градусов это же очень жарко хохоста получается зимой минус 60 то есть вы единственный в мире город мне кажется континентальным до 100 почти 102 градуса 102 градуса а в целом отсюда тепло то есть за тридцатку да даже вот весь июнь месяц тут среднемесячная температура на 24 градуса в москве не так москве не так но мы не верну и как бы приехали что ну реально я явно-явно верхаянск рулит наконец наконец-то так доехали за такие амекон ну ворота в ад это по нашим верованиям народа саха вот нижний мир где живут наши дьяволы сатана чертики среднем мире живем мы чьи и люди животные и верхний мир это наше божество наши духи все здесь грязно все темно все черное и шум такой стоит вот из-за этого наш народ саха говорит то что это ворота в ад ворота в нижний мир ладно давайте так договоримся парни если кому-то что-то покажется сразу говорим ok друзья спасибо вам большое за то что вы смотрите этот выпуск мы безумно стараемся для вас но если вы хотите еще больше такого контента из не туристических абсолютно мест из труднодоступных мест то мы рекомендуем вам подписаться на канал горячий тревел макс посетил более 120 стран он только начал свой путь на ютюбе но уже подкинул нам огромное количество горячего контента макс точно знает как добраться до труднодоступных мест и где опасно а где нет вы помните совсем недавно я опустил такую страну как бурунди если вы на нее хотите посмотреть совершенно новым и свежим взглядом то обязательно переходите на канал горячий тревел ссылка будет в описании под этим видео мы выехали только что из батагая нам десять километров всего десять километров мы можем проехать после этого мы еще минут двадцать тридцать будем идти пешком и увидим то самое место которое было во всех абсолютно новостях вот этот вот кратер который огромный но еще по-другому называют ворота в ад стрёмненько немного если честно потому что мы так долго до сюда добирались и уже вот чуть-чуть до этого кратера осталось буквально километров 10-15 и ожидания ш как это выглядит что это непонятно потому что в интернете только одни картинки никто этого еще не снял и круто не показал мы будем наверное 1 мы приехали теперь осталось нас пешком никита сразу взялся за комаров пока нет я одна увидел уже он прям вот тут пролетел это такой но опасно сами вот сзади меня и вот слева вот то что можно если слишком близко подойти то упасть провалиться это же бурундук а как он залез брундук привет нифига почему так быстро до сменял животные такие классные как смотри а это тоже оттаяло это все оттаивает так примерно вот так вот и произошло то есть грубо говоря начался вот такой овраг да и из-за такого оврага выросло то что мы сейчас увидим а ну вон он да впереди уже да нифига это он такой огромный что ли он по-моему слишком огромный а че он такой огромный то просто был лес лес и хренак такая штука выглядит круче чем интернете на картинках с ума сойти как выглядит выглядит просто фантастически когда я увидел кратер я не поверил вообще то есть мы шли просто вот тайга просто ничего нет одни елки и тут димарик взлетает мы видим просто какой-то не знаю каньон огромный прям по центру тайги видишь я специально смотрю под ноги чтобы не увидеть хочется масштаб увидеть прям там нифига себе если честно я давно так не офигевал потому что это настолько масштабная хреновина вот ты просто на это смотришь и понимаешь что это в размере километр в высоту под 100 метров она постоянно меняется она там что-то громыхает течет падает она черная и конечно это вызывает огромное количество эмоций в первую очередь таких очкощипательных назовем их так тихо ты слышишь да звук водопада так вон звук смотри вон падает вон падает а почему такие звуки постоянно трескается что-то трескается опаивать и упадывает сказать что было страшно это ничего не сказать это было просто какой-то ужас вселяющая картина потому что ты понимаешь что там лететь лететь и даже не долететь я вообще сложно представить что это такое это сотни тысяч лет тут показано в разрезе да сейчас но звуки реально жесткие прям жуткие не описать эмоциями вообще что это потому что черные стенки абсолютно черным постоянно вот этот шум о котором писали в интернете что действительно местные жители боятся постоянно откалывающегося грунта потому что на зальта из-за того что действительно сейчас пьякуйте в республике саха очень жарко и постоянно он расширяется близко подходить сверху сверху подходить вообще не разрешается понятие же есть наверное техника безопасности остаться живых короче я ставлю ставку что эта штука отвалится если он сейчас прыгнет на ней ну да 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 ну она уходи оттуда пять тысяч выиграл братан уговор даже денег у вас айти а ты чувствуешь чем и вообще какой контент мы снимаем а просто безумство мы спускаемся вниз и пахнет воняет тухлятину братан это кости чьи это кости копыта лошади нравится как он спокойно это говорит но тоже кольца 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 пару сотен тысяч лет пару сотен тысяч лет пару сотен тысяч лет не знаю может олени это уже вроде как мамонта реально в 2009 году мной моими друзьями четверть четверо нас было мы нашли древнюю тушу лошади мы обнаружили заднюю часть потому что передней части одной ноги и головы не было так как по версии ученых она могла застрять болото в трясину замерзнуть а сверху хищные звери уже могли ее загрызть в итоге через радиоуглеродный анализ узнали то что это древняя лошадь и возраст далее четыре тысячи четыреста пятьдесят лет вот анализ именно такой один бивень там хорошей стоимости квартиры будет стоять мы уже практически спустились на дно кратера р.л. говорит что там можно действительно найти останки древних животных вот если мы это найдем это будет просто что-то нереальное с ума сойти мы прямо на дне ворота ада получается так ну честно сказать не особо хочется близко подходить но я подожду ну прикинь какая-то грандиозная громадная хреновина просто жесть огромная нереально ну это громадина это просто гигантская отвисная стена есть ощущение опасности особенно когда мы шли по краю в некоторых моментах когда мы спустились вниз я увидел то где мы шли понимал что просто ну это не то что на волоске от смерти это прям вот уже там уже у ворот в ад понимаешь прикольно что мы настолько близко подошли и чувствуется прям как от холодильника веет холодно мне кажется здесь градусов 15 максимум сейчас замерим иван что-то на кость похожее вот кость? да это камень просто не-не камень так что какие-то камень вы что гоните? р.л. точно р.л. точно я уверен что он может это камень вы что гоните это просто камень тим че думаешь? я думаю что возможно камень ребята 300% хочешь я пойду его достану и покорочуешь это камень давай давай так если что-то будет падать ори я под ноги буду смотреть у тебя здесь же утонуть можно нахрен мне кажется реки носку быстрее пожалуйста слышь это походу реально какая-то фу блять фу посмотри на эту хрень что это такое? это зуб мамонта реально? что это реально зуб? мы достали зуб мамонта из кратера вечной вертолты из ворота ада и вообще вот эти вот эти ископаемые вот эти остатки да они государственные они как это драгоценные металлы будем говорить алмаз там их нельзя брать вы видите ребят ну реально смотри реально этот зуб смотрят охренеть он белый да он белый чувачок ты реально выиграл ой ты выиграл ты реально выкопал чуваки вы прикиньте мы спустились на дно кратера во первых это уже просто настоящий топ нашли зуб мамонта ну никитос нашел не нашел не я я достал ну ладно я нашел а ты достал слушай ну это космос самая уникальная находка считается вот в 2018 году целая туша древнего жеребенка ну тоже отроду вот полтора-два месяца вроде как ученые сказали то что оно питалось еще молоком кобылы на своей матери радиоуглеродный анализ дал около 43 тысяч лет ну это поистине исполинское просто произведение природы оно впечатляет оно завораживает оно понимает насколько человек слаб перед силой стихии у нас осталась еще одна задача с никитосом сейчас показывает 28 градусов правильно здесь находится наша задача сейчас подбежать и воткнуть в стену градусник и посмотреть какая температура ледника слушай я предлагаю сначала посмотреть насколько будет просто отличаться то есть тут не чувствуется холод чем ближе подходишь тем больше чувствуется холод давай эксперимент на все-таки тоже здесь 28 здесь 28 идем 26 уже прикинь так быстро падает 25 и 7 прикинь 25 и 4 25 и 1 не ну вот тут начинается сейчас чувствуется уже именно как веет холодом прям слушай ну где смотри грязи нет вон там можно воткнуть попробовать ну ты понимаешь да если мы не успеем вон там меньше всего греет проблема знаешь в чем в говне будем да нет а уже 20 смотри а проблема скорее в том что ты когда подойдешь ты воткнешь и он тебе моментально не покажет температуру он должен будет поторчать там какое-то время ну сколько там ну блин секунд 10 хотя бы ну давай ну по идее даже если сейчас отколется эта штука уже все да вообще да без аварина ну пошли а то что пиздец она привет целомает в хуйню давай давай я хочешь давай ты давай ты давай ты давай ты мы дебилы ты поверни к нам сколько там ну бля да все ждем это пиздец это пиздец это двенадцать брат я весь в говне народ ради вас все ради вас просто мы в таком вообще во средней тайге мы нашли в новостях этот кратер и сразу поехали снимать никита вообще красавчик подпишись на него пожалуйста ему до миллиона осталось совсем чуть-чуть это это б** давайте берись градусник забирай братан сейчас точно же это отколется на нас на п**ец будет братан быстрее раз два три пошел оттуда сколько сколько 10 градусов 10 и 5 10 и 5 10 и 5 ну и опять же это прям не сама мерзлота ну в мерзлоту мы просто не пойдем потому что там реально можно умереть во-первых мы там по колену утонем в говне да в грязи вы меня можете уже посмотреть я просто подошел ну просто каплями меня Димарик у тебя флешбеки идут нет? на Килиманджаро прям в центре кратера Диман мы просто как будто приземлились на какую-то другую планету ребят смотрите что это это просто другая планета это другая планета у меня такое ощущение что здесь реально как будто бы за счет еда и воды типа своя экосистему какая-то да здесь чувствуешь себя по-другому ребят напишите в комментариях куда нам еще поехать ну правда в любую точку мира мы можем это уже сделать серьезно и за крутой комментарий мы еще будем 5-10 тысяч точно давать если нам точка реально понравится и мы про нее будем снимать обязательно скажем вот этот подписчик был самый крутой держи 10 тысяч мы находимся в кратере в самом крутом в мире вечном разводке господи мы вообще находимся в таком месте невероятном это действительно так потому что там земля когда ушла 50 метров ты видишь ты понимаешь что тут целая история нашей ну не то что вселенной но нашей планеты точно то есть очень круто это выглядит завораживающе нереально всем советую потому что этот слоеный пирог сверху такой тоненький-тоненький лес и он как ковер так свешивался а потом лед шел все это черное грязное но безумно интересно мы сейчас поедем по Тагай и возьмем палатку и останемся на ночь здесь прямо на глубине кратера ну вдруг ночью эти ворота черти полезут да, вдруг ночью эти ворота открываются что-то происходит интересный максимальный экспириенс будет как мы обещали в начале ролика мы должны остаться на дне кратера вечной мерзоты ну или по-другому врата ада Эрел скажи пожалуйста вот я бы, подожди, извини, перебью я бы напомнил что не кратера там а вот врата ада это слово никого не смущает? Эрел скажи пожалуйста ты бы остался на нас если бы вот мы такие говорим давай с нами не без меня а че так? моя вера то есть смотри во сколько ты во времени максимально там вечером был ну до 12 ночи все, дальше уже и нафиг эхххххххххххм я не люблю ночевать в таких местах я не суеверен но суль еще тот я в детстве боялся темноты, капец мы дошли до кратера, до ворот ада и все, мы прощаемся с Реллом, потому что он говорит что все, ребят, завтра утром ты нас задраешь все, пока что думаешь, страшно будет здесь? я знаю никто не оставался ну я не слышал слушай звук, как будто кости ломаются прикинь, как мы ночью останемся при этом мне кажется, ночью будет три куча под нами реально экспадем ребят, может быть еще отойдем нас вообще не туда ведет, вы это понимаете? РЛ! вернись! слушай, парни, тут реально все в трещина так естественно, уходим отсюда выглядит масштабно просто капец прошло, ну, часа два пока мы ходили до тачки я помню, где я прыгал в Реллке? все, рухну реально часа два часа два мы ходили до тачки туда-обратно офигеть больше не прыгаем слышишь звук? да кто-то присутствует, да, кто-то? кто-то как будто бы идет как будто бы кто-то есть, да слушай, я думаю, мы так не уснем здесь мы ночью обосремся мы ночью обосремся, точно что такое делать? мы нашли позвоночник мамонта я могу сказать, тебе немножко зачаровать это не мы его нашли, это его кто-то нашел и так выложил естественно, мы отойдем от позвоночника, который мы нашли все, расставляем палатку let's go команда, команда чемпионов вообще, честно признаться, не по себе есть немножко, да? есть такая история, что не по себе, реально реально стало стрёмно, когда проводника нет рядом с тобой и ты втроем, вот эти мы просто московские бамбуки идем по тайге все, что угодно могло произойти вот абсолютно все волки, медведи, дикие животные знаете, какой основной момент, друзья? что здесь абсолютно нет никакой связи если с нами что-то случится, мы даже оперативно никого не можем позвать слушай, кусается, чувствуется жирненько, такие комары комары просто пипец ты автоблогер, блядь, блядь окей, окей, окей вот, еще, выстроилось мы сделали лагерь, я нас поздравляю я считаю, это вообще максимальный успех просто костер есть, палатка есть вид бешеный и мы на дне сейчас ворота ада то есть мы на дне кратера находимся вот стенки я не знаю, как это все будет происходить итак, Никитос, последний штрих пожалуйста, коврички туда я хочу напомнить, что в моем телеграм-канале крутой розыгрыш на 200 тысяч переходи по ссылочке, узнать всю подробную информацию ну что, лег? Никитос лег? красавчик я в яме оказался да, что ты говоришь да, братцы, нормально у нас тут только стрелеров на випах лежит да не, нормально смотри, мы втроем влезли, смотри сложно к этому привыкнуть сейчас, грубо говоря, падает маленький кусочек но через три минуты падает огромная глыба и кто знает, может быть сейчас может быть через месяц может быть через несколько лет вот эта стена вся просто рухнет и ты примерно отсчитываешь понимаешь, что если стена 50-70 метров и так, так опа и наша палатка ха-ха-ха-ха бля, постоянные звуки звуки просто жесть сейчас хочется произнести фразу которая максимально подходит под эту обстановку, друзья вот так действительно начинается фильм ужас три студента приехали снимать учебный репортаж в какое-то место, связанное с адом мы решили остаться там на ночь, потому что у них сломалась машина и их сожрали всех но я могу сказать, что это будет, наверное, самая страшная ночь самая страшная ночь, друзья реально, прикидывай, смотришь, что на стенку наверх и что какая-то рога и потом пропадает что было сделать? я не знаю, куда почему, интересно, с рогами мы всегда думаем, что дьявол с рогами? ну, потому что, ну, короче, я считаю так вот вся фигня, которую придумали люди мифы, еще что-то это не просто так, взялось из головы то есть получается правильно ли я понимаю вас, коллега? слышно, как шумит? просто, мне кажется, мы не уснем правильно ли я понимаю, что черт он выглядит так с рогами? ну, чертики вполне возможно более вероятно, что он выглядит так, или как-то по-другому и он существует вполне возможно ладно, давайте так договоримся, парни если кому-то что-то покажется сразу говорим, окей? окей Дим да вот как только ты что-то почувствуешь что-то как ты сразу говоришь работаем в связке, хорошо? и не расходимся не, реально стремно я вам серьезно говорю я сейчас понял, что когда-нибудь видел какие-нибудь рисунки типа мифических историй про ад как там выглядят стены и все остальное вот так один в один я тебе клянусь просто отпускаетесь, монтажер найдет какую-нибудь фотографию древнюю, ну не фотографию, в смысле рисунок вот там стены выглядят вот так я клянусь господи, как стало страшно когда мы начали разгонять насчет обрыва что там волки черти, еще кто-то так страшно не было даже на перевале Дятлова то есть настолько было стремно засыпать там вот этот звук постоянно отваливающегося льда постоянно какие-то шумы ты оборачиваешься потому что кажется как будто бы зверь человек не важно кто но рядом с тобой кто-то находится ощущение просто нереальное прохлада, которая веет от этого ледника от этой вечной мерзлоты просто тебя завораживает так, ну что, пацаны переходим к самому основному если честно, я максимально не хочу этого делать я бы лучше до утра посидел у костра потому что стремно максимально короче, идем ложиться спать идем в нашу палаточку Димарик, ты готов? да это зверь, кажется, что они прямо рядом с нами ну, у кого-то он упал только что глыбы вот здесь все мы реально так спать будем? я аж рыпнулся как будто бы рядом, да? ладно, все, пацаны, все, спим мы мужики, мы реально мы реально самцы собрали я этот кулак собрали, собрали мы на перевале Дятлова ночевали мы на Эльбруссе были на Килиманджаро мы много где были все спать, все не, ну, пойти на ночь в врата ада, где все написано на интернете это, конечно, смело вы крутые мужики здесь ролик закончится хорошо во-первых, мы спали на вечной мерзлоте еще перед нами стояла стена изо льда которая постоянно выделяла в холод и он стелился вдоль вот этого ущелья тем самым, как бы замораживает все когда встаешь причем самое интересное что метр холодно выше не холодно то есть чувствовалось как он стелится и когда ты спишь мало того, что земля холодная так еще тебя и холодным таким подвальным холодным тебя окружает доброе утро текетоз текетоз на красотке спишь? где Димарик? дремя может с ним засыпать 5.30 дима дима он у костра сидит блин, он у костра сидит дима, ты что горишь? а что ты у костра сидишь, брата? спалось очень плохо наутро мы увидели Диму который вообще не смог уснуть то есть он сидел у костра ну не знаю сколько часов но это было действительно жестко и с утра, когда мы его не обнаружили это было так стримновато и парень просто не смог вообще уснуть диман, а ты что не спал-то? шум такой стоит вообще не комфортно такое ощущение, что на тебя сейчас упадет ну ребят, я ночью слышал, как падало что-то такое тяжелое я хочу здесь просто сравнить гору с тем, как было мне кажется, что-то новое точно появилось 5.30 утра чуваки, это реально было тяжело ну что хочу сказать мы выполнили это мы мы реально выполнили этот челлендж мы остались на ночь на глубине кратера на воротах ада мы красавчики ты как? я просто в шоке это была одна из самых худших ночевок на всех выживаниях Димарик лучший Никитос красавчик а друг другу пятюньки? у нас ментальная связь красавчики ну что, друзья это был безумно крутой выпуск потому что мы действительно справились со всем мы остались здесь никто не делал этого мы остались здесь на ночь Никитос красавчик Димарик красавчик обязательно подпишитесь на Никитоса и, друзья, напишите куда нам еще поехать напоминаю вам, что за самые топовые места я теперь буду раздавать по 10 тысяч рублей обязательно их пишите будет максимально интересно а это был ролик про врата ада про кратер самый огромный в мире где вечная мерзлотая, которая тает никакой, естественно, глобальной катастрофы нет но глобальное потепление есть и неизвестно, чем ты закончишься с вами был Леха Столяров Никитосик и... и Димарик и Димарик ребят, мы отправляемся теперь Димарик